Господа, Антонио здесь. Сегодня мы поговорим о солнечных очках. В частности, я помогу вам найти идеальную пару для вас. Я не хочу, чтобы вы купили дорогие очки и ни разу их не надели. Друзья, это худшее, что может случиться. В сегодняшнем видео я дам вам три главных совета по покупке солнцезащитных очков. Затем я объясню ультраспецифические моменты. Я расскажу о шести формах лица и пяти стилях, какие стили нужно избегать, а какие будут хорошо смотреться. Затем добавлю еще немного. Друзья, прочтите бесплатную электронную книгу. Я оставлю ее прямо здесь. В этой книге написано достаточно много. Там написано о типах рамок, типах линз и их материалах. Обо всем этом. Вот ссылка. Я не успею рассказать все в одном видео, но вы можете прочитать мою книгу. Перейдем к совету номер один. Уверенность. Вы должны чувствовать себя уверенно в том, что вы надеваете на ваше лицо. Да, убедитесь, надевая эти солнцезащитные очки, что вы чувствуете себя прекрасно. Лучший способ пойти в магазин самому, примерить, посмотреть в зеркало и спросить себя. Они мне нравятся? Вы должны почувствовать нутром, друзья. Обычно это направляет вас на правильный путь. Солнцезащитные очки должны внушать уверенность. Они показывают, что вы в них чувствуете себя отлично. Если этого нет, друзья, остальное не важно. У вас могут быть правильные очки, подходящие вашему типу лица. Но все это не важно, если вы в них не чувствуете уверенности. Совет номер два. Покупайте лучшие из тех, которые вы можете себе позволить. Я знаю, большинство из вас, друзья, чтобы сэкономить, покупают где-то за 20 долларов. Проблема в том, что вы относитесь к ним как к действительно дешевым солнечным очкам. Вы не покупаете кейс, кидаете повсюду, типа, да они же копеечные. Они ломаются. Вы не ухаживаете за ними. Они никогда не выглядят отлично, потому что если вы посмотрите на выбор, они часто сделаны из дешевых материалов. Линзы определенно плохого качества. Когда вы потратите хорошие деньги, иногда немногим больше, чем вы тратите обычно. Это самые дорогие очки, которые вы покупали. Наденьте их. Вы чувствуете себя прекрасно. Выглядите отлично. Друзья, я прав. Вы начнете заботиться о них. Вы купите кейс. Вы не будете их бросать. Будете их чистить не о свою футболку, а специальной салфеткой. Они определенно сделаны из высококачественного материала. Они прослужат вам долго. Я ношу очки, которые купил 8 лет назад. До них у меня были дешевки. И относился к ним соответствующе. Они ломались обычно в районе от нескольких дней до двух месяцев. Но потому что я сейчас отношусь бережнее, и я чувствую себя лучше. Каждый раз, как их надеваю, мне говорят комплименты. Потому что я чувствую себя более уверенным. Потому что я ухаживаю за ними. Друзья, не бойтесь потратить немного больше. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Совет номер 3. Экспериментируйте с разными стилями. Мужчины. Мы создание привычки. Мы найдем что-то, что работает, и навсегда останемся с этим. Возможно, вы носите очки в похожем стиле 10, 20, может 30 лет. В таком случае, друзья, пора меняться. Я не говорю про что-то дикое. Может, вы любите авиаторы, вайфайреры. В любом случае, вы можете начать с вариации цвета. Или со смены оттенка линз. Или, если вам нравятся вайфайреры, попробуйте авиаторы. Смысл в том, чтобы экспериментировать. Выйдите из своей зоны комфорта. Потому что очки носят прямо здесь, на лице, в течение лета. И это очень стильный аксессуар. Поменяйте его. И вы реально сможете поменять весь ваш образ жизни. Я рекомендую каждому мужчине иметь одну, две пары дополнительных очков. Некоторые из вас могут иметь их хоть 10. Теперь поговорим о видах солнечных очков. Начнем с формы лица. Что сочетается, а что нет. Я собрал все в этой схеме. Переходите по ссылке здесь. В этой схеме описано много деталей, о которых я быстро коснусь здесь. Но прямо сейчас начнем с наиболее классических в мужском стиле. Авиаторы. Я начал с них, потому что они довольно хорошо смотрятся практически с каждой формой лица. Если у вас круглая, квадратная, прямоугольная, сердцевидная форма лица, в большинстве случаев авиаторы подойдут. Вот с чем нужно быть аккуратным, так это с их вариациями. Толщина рамок, которая может меняться. Если вы пойдете в квадратных авиаторах, будьте аккуратны. Вспомните первое правило. Если вдруг у вас квадратная форма лица, вы навряд ли захотите носить такие же очки. Вам нужно присмотреть что-то более каплевидное. С каплевидными вам нужно быть осторожнее, если у вас лицо круглой формы. Но в любом случае, вы сможете подобрать себе пару авиаторов. Они прекрасно подойдут для защиты в основном. Поэтому они стали классикой. Они существуют уже давно и подходят всем мужчинам. Перейдем к вайфайрерам. Вайфайреры, по сути, сделаны более квадратными. Мужчинам с квадратной формой лица единственным нужно быть аккуратными с ними. Если у вас квадратное лицо, берегитесь вайфайреров. Я не говорю, что вы не можете их носить, но подобрать их будет гораздо сложнее, чем круглой или овальной форме лица. Главное, если у вас овальная или прямоугольная форма лица, убедитесь, что они не слишком широкие. Теперь поговорим об очках с круглой оправой. В общем, это не самые мои любимые, но я знаю, что многим людям они нравятся. Они работают, чтобы смягчить края, особенно если у вас квадратная форма лица. Если ваша голова, скажем, формой алмаза, или у вас прямоугольное лицо, в этих случаях эти очки могут помочь. Снова, размер очень важен. Следующие – клабмастеры. Они имеют только половину оправы. Обычно сверху вы увидите тяжелую рамку. Клабмастеры хорошо подойдут лицам с круглой формой. Или вы можете взять такие с более тонкой оправой. Опять же, будут работать. Но вам не нужно покупать слишком большие, иначе это привлечет слишком много внимания к очкам и заставит выглядеть немного странно. Кроме того, они также подойдут людям с треугольной или сердцевидной формой лица. И последнее, о которых я хочу сказать – рап и раунд. Они стали очень популярными в наши дни, как и другие спортивные очки. Я бы не сказал, что они подходят к какой-нибудь форме лица, потому что они несут функциональную задачу. И это первое, на чем вам нужно сфокусироваться при выборе. Убедитесь, что вы их надеваете для правильной функции. В большинстве они используются в спорте. Главное – подобрать правильный размер. Если у вас реально узкая голова, вам не нужно покупать большие очки. Это будет смотреться странно. Удостоверьтесь, что вы подобрали правильный размер. Я бы сказал, если же и нужно остерегаться какой-нибудь форме лица, так это людям с круглой формой. Иногда они выглядят немного странно. Хоть я упомянул об этом в последнем разделе, давайте поговорим о размере. Если вы смотрите на внутреннюю сторону ручки очков или в описании, обычно вы увидите три размера. В особенности на высококачественных очках. Мы увидим, что первый размер – это ширина линзы. Тогда второй размер будет шириной моста. Последним будет длина ручки солнцезащитных очков. Почему это важно? Но это не так важно, если у вас голова стандартных размеров, которые как у половины населения Земли. Вам будет достаточно примерить их на себе. Но если у вас маленькая или большая голова, как у остальной половины, вам придется следить за размерами, пропорциональными в вашей голове. Друзья, вот почему первый пункт был про уверенность. Это очень важно, когда вы их надеваете и чувствуете, что они слишком большие или маленькие. В этом случае подбирайте правильный размер, особенно если вы смотрите их онлайн. Зачастую специалисты розничной торговли на самом деле подбирают вам один размер, но немного более пропорциональный, что выглядит гораздо лучше. Кроме того, гораздо удобнее. Друзья, я попытался много рассказать в этом видео, но не забывайте об электронной книге. В книге я расскажу о различных типах оправ, о полной рамке, половинной и безрамочных. Расскажу о материалах, в том числе про линзы, про покрытие. Расскажу об их цвете и почему это важно. Друзья, больше информации в книге. Она бесплатна здесь для вас. Я хотел бы увидеть ваши комментарии. Какой ваш любимый стиль? Какие очки ваши любимые? Что я упустил? Что бы вы хотели увидеть? Друзья, берегите себя. Увидимся в следующем видео.